Музыка Что такое духовность и религия? Бог и вера? Ответы на эти вопросы у каждого свои. Да и мысли о смыслах и о высоком приходят в нужное для каждого время. Фестиваль духовной музыки Моготный Божий за 20 с лишним лет своей жизни для многих стал именно таким музыкально-просветительским флагманом. Вобрав в себя классические песнопения, хоровые импровизации, госпол, звон колокола, он соединил в одно поющее сердце тех, кто понимает язык духа без переводчика. Одна из главных площадок Моготного Божия – костел у спения Девы Марии. На протяжении всех фестивальных лет он занимается не только просветительской, но и конкурсной работой. Ведь Моготный Божий от пения хорового неотделим, да и начинался фестиваль как камерная встреча приходских хоров. Сегодня же на конкурсных прослушиваниях встречаются и профессионалы, и любители, ведь по сути все они заняты одним делом. Петь от сердца, петь искренне, петь душой, конечно, это не так просто. Но цель фестиваля и цель конкурса – всегда давать импульс и возможность расти. И этот самый импульс роста наблюдается во всем. Уверенные в себе специалисты, экономисты, учителя, водители в своих приходских хорах становятся скромными, глашатаями духовной песни. Оттого и волнуются, как школьники, перед каждым выходом. Тем более, что для судей нет принципиальной разницы – мастер ты или любитель. Волосы все назад, ничего не должно мешать. Все поправьте волосы. Из музыкально образованных людей – это я и концертмейстер. Два человека всего лишь. Остальные любители, можно сказать. Да, остальные любители. Каждый славит Бога, как он считает нужно. Вот мы считаем, что вот таким образом мы его славим. И на фоне понимания своей миссии взрослыми особенно трогательно звучат такие же мудрые слова их младших товарищей. Казалось бы, какое дело современному ребенку до высокого? Но это всего лишь стереотипы. Когда ты поешь такую религиозную музыку, ты чувствуешь себя причастным к чему-то большему, нежели просто какой-то узкий круг почитателей. Ты понимаешь, насколько это важно. И не только сейчас или было важно когда-то. Это также будет актуально, я думаю, и в следующие годы. Изначально мы начинали, это вообще был такой небольшой ансамблик. Но вот к сегодняшнему фестивалю это уже такой довольно приличный камерный хор. Так что я рада, что такая музыка нравится, что трогает самые сокровенные какие-то частички души. И детям все-таки интересно, и детям нравится, и они поют эту музыку с удовольствием. От приходских любительских хоров до хоров профессиональных, таких как хор Государственной Академической Симфонической Капеллы России, на Могутном Боже рукой подать. Для могилевского зрителя это уникальная возможность услышать музыку лучших композиторов в исполнении лучших голосов России. Когда процессом руководит маэстро Валерий Полянский, вариантов нет. Это очень интересно, что-то открывать новое, что-то показывать людям. И потом иногда, вы знаете, когда открываешь что-то такое новое, вдруг восстанавливаешь ту несправедливость, которая была когда-то совершена с тем или иным автором, с тем или иным сочинением. Мы, скажем, исполнили и записали все симфонии Гречанинова. Замечательный русский композитор, который был совершенно забыт в России, потому что он эмигрировал в свое время, уехал и жил во Франции и в Америке. А гениальный композитор. Мы записали и исполнили 45 концертов Дмитрия Сиспановича Бортнянского. А в свое время это было делать нельзя, потому что церковная музыка. Для тех, кто не видит себя в слушателях приходских хоров, могут на Боже в любом случае каждый раз открыть и культурный шок, если хотите. Ведь только здесь на одной сцене поют пакистанские христиане и российские американцы, ямайские британцы и, конечно же, белорусы. Площадку кинотеатра «Родина» на каждом фестивале очерчивает свое независимое пространство. Зарубежные исполнители и максимальный интерактив. Людям достаточно часто это нужно слушать, чтобы быть более добрее, более нежнее и проявлять свою любовь. Поп, рок, рэп тут будет, я уверен. Что-то интересное пытаются привлечь молодежь к религии таким образом. Группа «Отражение неба» из Оренбурга без сносок на жанр духовной музыки играет инди-поп, поп-рок, джем. Одним словом, совсем не классическая христианская группа. Мы всегда стараемся, где-то не вопрос религии, а вопрос нашей веры. Это разные вещи. Вера – это то, что нас наполняет, то, что дает нам силу двигаться дальше. Мы никогда не привязываемся к какому-то определенному стилю. Мы играем то, что нам нравится. Для молодых музыкантов жанр – это условности. Тем более с тех пор, как с ребятами поет почти настоящая россиянка Джоанна Тинсли. Несколько лет назад она перебралась в Россию из Штатов, и теперь оренбургская христианская музыка обрела новый импульс. Когда мы вернемся, мы сделаем орган, называем английский лагерь, и мы приглашаем студентов из Америки, и мы приглашаем студентов, которые говорят чуть-чуть по-английски. И мы едем в лагерь, и мы говорим только по-английски, споем, играем, и все по-английски. Это хороший опыт. Мы рады приехать сюда с другого края света, и я искренне верю в то, что это благословенная и цветущая земля. Пакистан, держава на 96% мусульманская, христиан, буддистов и сикхов всего 4%. Но именно из этой, совсем не христианской страны, на Могутный Божий приехали музыканты дуэта Салим. Их выступления, похожие на привет из Болливуда, на самом деле редкое даже для их страны явление. Так что зрители фестиваля стали свидетелями культурного события. Для нас находиться здесь большая честь. Мы с радостью молимся в наших песнях. Благодарим каждого, кто приходит на концерты. Тех, кто слушает нас. Это очень красивая страна, и я буду молиться за нее всегда. Я думаю, Госпел так популярен из-за своей оптимистичности, ведь Госпел происходит от песен времен рабства. Это все было так. Рабы передавали в песнях послания друг к другу. Они ведь не могли разговаривать и переговариваться. Это было запрещено. Поэтому для общения они использовали песни. Грузинская полифония – настоящая визитная карточка и знак музыкального качества страны. Грузинские песни у слушателей меломана всегда вызывают улыбку и ожидание теплой и трогающей души музыки. На это и делает ставку коллектив Мэруствели из города Рустави. Приходской хор транслирует народную музыку разных регионов Грузии. Приходские песни, псалмы – одним словом, все то, чем именно грузинский народ наполнял свою душу на протяжении многих веков. Обязательно надо выделяться своим каким-нибудь идентификационным чем-то хорошим для того, чтобы считать себя и думать о себе как о грузинах. Праздник звона для фестиваля Могутный Божий – вещь по-хорошему традиционная и ожидаемая. Каждый раз над архиерейским валом разносится звон, который издавна созывал на службы. А сейчас для многих стал символом духовного очищения и поиска контакта со своим небом. И прям до мурашек. Как-то что-то внутри, наверное, действительно пробуждает и будоражит. Музыка колоколов вообще звучит прекрасно и для души, и для сердца. И я каждый раз, когда колокольный звон, я каждый раз сюда прихожу. Колокольный звон справедливо воспринимается как отдельный музыкальный жанр. И как это ни удивительно, будучи церковной классикой, он не чужд мирском. Среди звонарей сегодня все больше женщин. Будь может, из-за женских рук такой тонкий инструмент, как колокол, поет по-особенному. И собирает вокруг себя людей и церковных, и светских. На большинстве звонец вот такие вот педали, то есть большой благовест, вызванивается очень легко. На себе тащить его не надо. Что людям нравится? Ну им вообще нравится колокольный звон. Наверное, это заложено издавна в людях. Может быть, какая-то память. Потому что людей в храм ходит немного, но когда слышат колокольный звон, они даже останавливаются и слушают. Могутный Божий во многом еще и фестиваль культурно-образователей. Чтобы понять, что такое духовная музыка, далеко не обязательно. В каждой песне слышат слова Бога, вера, молитва и всепрощение. Ведь культура – это душа народа, а песни здесь прежде всего духовные, именно в отражении быта и повседневности, связи поколений прошлых с настоящим и возрождением. И это особенно важно для тех, кто еще стоит на пороге взросления. Например, в этом хоре подмосковного монастыря только девочки. Девочки из полных семей, сироты. Учатся главным в жизни вещам вместе. Как только пришла в приют, у меня сразу появилось много друзей. Много больше всего интересного стало. Я стала развивать свои таланты, которых, может быть, я раньше не замечала. Как я пою, что я пою, для кого я пою, всегда задаюсь этими вопросами. В частности, для кого. Потому что категория целевая, она бывает разная. То есть, это не конкретно... Ну, мы на многих сценах выступали, поэтому это не только православные люди. Это люди светские, это люди и православные светские. Каждый понимает свое. У кого-то это действительно вызывает какой-то восторг наше пение. У кого-то, ну, кто-то скептически, может быть, относится к тем же словам, особенно духовных произведений. Важно это не потому, что мы хотим стать великими звездами или еще что-то. Нет, это важно для того, чтобы прославлять Бога. Это наша миссия, как я считаю, это необходимая. Фестиваль коснулся даже тех, кто, спеша на работу или по делам, так и не успел увидеть ни концертов, ни прослушиваний в полном масштабе. Выставка-ярмарка предметов христианского быта, духовные чтения, пусть на минутку, но вырывали горожан из суеты. Каждый, кто что может, он должен сделать для наших детей. Чтобы наши дети получили этот мир вот такой, как он есть, с наших рук. Чеческая сущность должна во что-то верить. Поэтому вера, ну а вера во Христа или там высшая справедливость, это, наверное, приходит каждый к этому. Религия – это всего лишь внешняя форма, которой проявляется вера человека, на мой взгляд. Верю в Создателя, всего сущего. А это кто Создатель? Ну, Бог. Ну, мы его называем. Имён у него много, а так он один. В истории человечества нет ни одного народа, который бы не был так или иначе религиозен. И, конечно, если отнять у этого человека религию, веру, то останется немного. Но сделать это можно, только совершив акт насилия над человеческой душой. Могутный Божий для Могилёва в первую очередь событие культурное. Возможность услышать ранее неслышанное. Прикоснуться к тому, от чего нас отделяли географические границы. Но главное – почувствовать, что мир един, если есть единая для всех идея. Ведь если уж с 1993 года в небольшом Могилёве встречают гостей со всего света, если в этом году из Беларуси с любовью в два десятка стран вернутся более полутысячи гостей, то значит, каждый стал чуть богаче, чуть светлее и радостнее. А, быть может, нашёл в своей душе новый свет. Редактор субтитров А.Сёмкин